Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг» и через несколько секунд вы начнете потреблять отличный технический контент. Помните, что в компании «АвтоСтронг» 180 000 отличных запчастей, быстрая доставка и честная гарантия. В этом разборе вы увидите чисто английский дизель Land Rover TD5. Встречаем! 2,5-литровый дизельный двигатель для Land Rover Discovery 2 и Land Rover Defender является собственной разработкой компании Rover. Данный двигатель появился в 1998 году и выпускался аж до 2007 года. Он был создан на основе существующего двухлитрового двигателя L-серии путем добавления к нему пятого рабочего цилиндра. Данный двигатель обозначается TD5, а в каталогах запчастей P10 и P15. Позже в данном семействе появились четырех- и шестицилиндровые двигатели объемом 2,0 и 3 литра. Британский дизель имеет чугунный блок цилиндров, алюминиевый ГБЦ, один распредвал, по два клапана на цилиндр. В приводе ГРМ используется двурядная цепь. Уникальная особенность данного мотора в том, что за нагнетание и впрыск топлива отвечают насос-форсунки от компании Lucas. Как и на двигателях Volkswagen, данные форсунки приводятся от кулачков распредвала и имеют электронное управление впрыском. ТНВД в данном двигателе отсутствует. Об особенностях и слабых местах мы будем рассказывать на примере данного двигателя, который снят с Land Rover Discovery 1999 года выпуска. Двигатель TD5 считается довольно неплохим и ресурсным двигателем, хотя немало этих моторов в первые годы выпуска погибло от нескольких инженерных ошибок. Данные двигатели очень хорошо изучены дружным сообществом любителей Land Rover. Сегодня мы расскажем о его слабых местах и особенностях. Если двигатель при запуске не оживает, коленвал не прокручивается, то скорее всему виной стартер. Обычно подгорают медные контакты силового реле. Для решения этой проблемы надо снять стартер и отремонтировать его с заменой силового реле. Если же стартер совсем не щелкает, то тогда надо проверять клеммы на аккумуляторе, клеммы массы на кузове, раме и двигателе. У двигателя TD5 есть несколько слабых мест, из-за которых он не заводится. Прежде всего, надо разобраться с подачей топлива, а именно проверить работоспособность погружного подкачивающего насоса. Может просто пропасть контакт в электрическом разъеме подкачивающего насоса. А вот если подкачивающий насос работает, то есть гудит, то тогда надо проверить его производительность. Давление подачи топлива до регулятора должно быть от 4 до 6 бар. Если меньше, то тогда надо менять подкачивающий насос. Подкачивающий насос от VDO дорог, но уже есть предложения по его ремонту, а также есть качественные заменители. А вот если давление в топливной рампе меньше 4 бар, то тогда надо менять регулятор давления. Также топливная система может завоздушиться в воздух. Топливную систему может попасть через обратный клапан либо клапан продувки, которые находятся на топливном фильтре. Он как венок к изысканному блюду. Его добавляют только к интересным моторам. Встречаем, Павел. Здравствуйте. Мы начинаем нашу разборочку. На двигателе TD5 два шкива коленвала и оба демпферные. Естественно, не вечные. Со временем резина трескается и появляется осевой люфт. При этом при запуске либо глушении двигателя раздается скрип. Скрипеть демпферные шкивы могут долго. При этом поиск источника шума может ни к чему не привести. Для проверки целостности шкива его надо покачать поперечно. Если шкив люфтит, то значит его надо поменять. На двигателе TD5 установлен турбокомпрессор Garret GT2052. Его надежность отличная. Система смазки подшипников организована очень хорошо. Серьезные проблемы с данным турбокомпрессором случаются на фоне попадания большого количества топлива в масло. Но об этом мы расскажем чуть позже. Если владелец автомобиля с двигателем TD5 ездит неспешно и неторопливо, то тогда может закиснуть ось перепускной заслонки. В этом случае заслонка не будет открываться тогда, когда нужно. И отработавшие газы не будут уходить мимо крыльчатки турбины. Производительность турбины увеличится и тогда возникает передув, то есть избыточное давление наддува. ЭБУ в этом случае реагирует ограничением подачи топлива вплоть до аварийного режима. Авария исчезает только после перезапуска двигателя и не возникает до очередного передува. Заслонку можно разобрать и почистить всеми известными средствами. Для этого надо отсоединить приводной шток, чтобы заслонку можно было разобрать и нормально почистить. Но очень важно пометить регулировочное соединение штока, потому что заслонку будет потом очень сложно отрегулировать. Эта перепускная заслонка управляется вот этим электровакуумным клапаном. Так вот, если этот электровакуумный клапан начинает глючить, то двигатель имеет проблему с тягой под нагрузкой при средних и высоких оборотах. Простыми словами, после двух с половиной тысяч двигатель теряет тягу и тяга иногда может возвращаться. На компьютерной диагностике будет видно, как блок управления намеренно ограничивает подачу топлива, реагируя на снижение производительности турбокомпрессора. Замена клапана решает эту проблему. Номинальное рабочее сопротивление клапана должно быть 28 Ом. Выпускной коллектор двигателя TD5 подвержен деформации из-за сильного перегрева или быстрого остывания. Но владельцы знают, как его улучшить и вырезают вот эти перепонки. Двигатель TD5 оснащен охладителем топлива. Антифриз в охладитель подается через пластиковый адаптер с резиновым уплотнительным кольцом. Так вот, с годами может обнаружиться небольшая течь антифриза, которая лечится заменой резинового кольца. Система EGR на двигателях TD5 под EUR2 и EUR3 разная. В первом случае клапаном EGR управляет один электровакуумный клапан и жидкостное охлаждение отработавших газов отсутствует. В большинстве случаев владельцы автомобилей Land Rover удаляют клапан EGR, вставив на его место подходящую трубку проставку. Также клапан обязательно надо отшить, потому что блок управления будет видеть его отсутствие по увеличившемуся потоку свежего воздуха. За точное давление подачи топлива отвечает небольшой регулятор, вставленный в блок сборки топлива. Данный регулятор установлен на резиновое уплотнение, которое со временем может дать течь. Также может треснуть внутренняя диафрагма регулятора. В случае вытекания топлива из регулятора оно будет попадать на колокол трансмиссии со стороны штурмана. Заменить отдельно клапан регулятор по оригиналу не получится, потому что по оригиналу, как отдельная деталь, он не продается, а продается вместе с блоком сборки топлива. Что не дешево, стоит примерно 180 долларов, но на рынке есть уже заменители с полным комплектом уплотнений. Также можно поставить клапан регулятор с автомобилей Volga RDT 400, а также со старых моделей VAG. Данный регулятор устанавливается с небольшими переделками. Как и на моторах Volkswagen с насосом с форсунками, на двигателе TD5. Также есть проблемы с электропроводкой, а именно с той частью косы, которая находится под клапанной крышкой. Провода находятся под постоянным воздействием горячего масла. С годами изоляция трескается, также пропадают контакты в разъемах форсунок. Для устранения этой неполадки надо менять всю проводку, иначе двигатель будет плохо заводиться и терять мощности. Также по старой косе проводов масло может просачиваться наружу и достигать блока управления двигателя. При этом могут возникать самые разнообразные неполадки. Также ЭБУ может выйти из строя из-за скопившегося в нем масла. Рекомендуется чистить контакты и разъемы ЭБУ жидкостью для чистки контактов. Нередкая проблема двигателя TD5 – это износ кулачков и рокеров привода насос-форсунок. Дело в том, что износ здесь не проявляется задирами, а выкрашиванием стали кулачков и рокеров, то есть образуются кратеры. Считается, что это происходит из-за старения масла и засорения сопел рокеров, которые разбрызгивают масло. Вообще подходящий интервал замены масла для этого двигателя 10 тысяч километров, но лучше сократить его на четверть. Для двигателя VAX-насос с форсунками рекомендуется специальное масло с присадками как для трансмиссии. А для этого двигателя рекомендуется обычное масло с допуском A5B5, которое, скорее всего, не защищает этот двигатель должным образом. Зазор между плунжером и рокером нуждается в регулировке каждые 100 тысяч километров либо же после снятия оси рокеров. Регулировка производится при максимальном нажатии рокера на форсунку. Для этого надо максимально завинтить регулировочный винт, а затем его ослабить на оборот либо полтора и максимально закрутить контргайку. По состоянию все ролики, рокеров и кулачки распредвала в идеальном состоянии. Кому надо налетать, все в «АвтоСтронг-е». Итак, исторический момент. Мы достаем огромный насос форсунки Lucas. В принципе, на этих моторах они всегда достаются достаточно легко. Аналогично моторам VAC TDI с насос-форсунками в двигателе TD5 используются уплотнительные кольца для герметизации топливных магистралей. Когда они теряют герметичность, то масло под клапанной крышкой смешивается с топливом. Соответственно, все это попадает в поддон и уровень масла растет. Бывали случаи, что масло во впуск засасывалось через систему вентиляции картерных газов, и тогда моторы неизбежно погибали. Насос-форсунки на данном двигателе установлены на огнеупорные шайбы. Эти шайбы служат примерно 100 тысяч километров, максимум 150 тысяч километров. Если шайбы прогорают, то газы из цилиндров попадают в гнезда форсунок, а оттуда попадают в топливную рамку, чем завоздушивают систему. То есть проблемы такие же, как при завоздушивании. Двигатель плохо заводится, плохо тянет и работает нестабильно. Также были случаи оплавления поршней и гидроудары из-за того, что уровень масла в картере увеличивался. Насос-форсунки для двигателей Euro 2 и Euro 3 разные. Определить это можно по вставкам черным либо зеленым на плунжере. У нас черное значит Euro 2. Форсунки реально надежные, отказы случаются крайне редко. Работоспособность форсунки можно определить, измерив сопротивление обмотки. Сопротивление между контактами должно быть 1 Ом, а производительность форсунки определяется на стенде. Редактор субтитров А.Семкин Головка блока цилиндров данного двигателя имеет очень неприятные особенности, а именно появление микротрещин как в каналах охлаждения, так и в каналах подачи топлива. Если трещины появляются в каналах охлаждения, то двигатель накачивает маслом антифриз. При этом патрульки системы охлаждения раздуваются, а в расширительном бачке видны следы масла. При этом при продолжительных поездках уровень антифриза может уходить, но восстанавливаться после простоя. А если крышку расширительного бачка открыть, то тогда антифриз не будет уходить вообще, потому что будут уходить газы. А если трещина появляется вдоль гнезда форсунок, то нарушается герметичность топливного канала. И тогда масло смешивается с топливом и топливо стекает по цилиндрам. Уровень жидкости в поддоне растет и тогда может двигатель уйти в разнос. Также из-за наличия топлива в цилиндрах может произойти гидроудар и оплавление поршня. К сожалению, бороться с трещинами невозможно. Надо сразу менять ГБЦ. Милости просим в «АвтоСтронг-М». И еще интересная особенность этого двигателя. Цилиндров у него пять, свечей накала четыре. В приводе ГРМ на данном двигателе используется двурядная цепь. Ее ресурс достаточно хорош – 300 тысяч километров. Если цепь растягивается, то смещаются фазы открытия клапанов и момент впрыска. Но это можно исправить, потому что единственная звезда распредвала – составная. То есть при растяжении цепи можно выставить номинальные метки. Распредвал и коленвал фиксируются по меткам специальными штифтами. По состоянию цилиндров, вход здесь как с завода, не намекан на износ. И на практике с данным блоком ничего плохого не случается. Двигатели TD5, выпущенные в первые два года выпуска, выходили из строя из-за внезапного прекращения смазки. Если владелец вовремя не глушил двигателя после появления индикатора о низком давлении масла, то двигатель получал потальные повреждения. Шейки коленвала могли привариться к шатунам и к опорам. А виновником столь серьезной проблемы был вот этот винт, который крепит шестерню маслонасоса к ротору. Ротор переставал вращаться из-за того, что вот этот винт откручивался и тогда давление смазки стремилось к нулю. Двигатель получал повреждения. Производитель не использовал фиксатор резьбы. Затем признал производитель данную проблему, менял моторы по гарантии и ставил болты на фиксатор резьбы. У нас мотор из группы риска. Фиксатор резьбы отсутствует, но болт не подвел. Данный двигатель хорошо смазался, хотя открутился этот болт очень легко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Посмотрите на эти массивные полноразмерные поршни классического дизеля. Поршневые кольца высокие, графитовое напыление. По состоянию здесь все прекрасно. Маслосъемное кольцо не закоксовано, даже отсутствует нагар на жаровом поясе. По состоянию вкладышей небольшие потертости. Коренные вкладыши тоже в отличном состоянии. То есть идеальное состояние для 22-летнего дизеля. Коленвал здесь тоже огонек. Разборка закончена и сегодня мы разобрали отличный классический дизель, который в прекрасном состоянии. Все детали, естественно, вы можете найти в компании «АвтоСтронг-М». Обслуживайте моторы нормально и они будут ездить вот эти старые даже в 21 веке. А если их плохо обслуживать, то все проблемы, с которыми вы столкнетесь, мы сегодня разъяснили. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Обязательно покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг-М».